Утро у нас у курьеров начинается очень рано 5 утра вы видите какое красиво полнолуние я иду к машине бедненькая не хочет с утра заводиться спит еще наверное ты ее завел да мы видим моего напарника ну конечно его и мы не видим в камеру а вот сейчас мы его видим бодрячком пацанчики бодрячком красота раннее раннее утро уже к базе подъезжаем где происходит вся движуха вот с утра где находится вся реклама пацаны наши работают вовсю загружаются загрузка утречния вот этих всех поддонов в общем тут все пронумеровано route 36 route 31 это все районы кварталы кварталы жилые массивы сегодня выходной день мы едем в колдинг вырывать армину зуб ну как армин настроение перед тем как вырвать тебе зуб это неизбежно это скоро произойдет ты что ты ты решил все-таки не поехать и развернуться мы сломались по дороге и наш мастер чинить машина ничего мы видим на машину у него как себя все сломано и даже дверь не закрывается потому что кто-то перед этим ударил и теперь чтобы закрыть двери приходится применять прием джеки чана не закрыл дубль номер два не закрылись Ну, давай я попробую. Закрылись? Да. Едем на работу. У нас в машине практически ничего не работает. Приходится по утрам такой фигнёй страдать. А обычно Армин едет налево работать, а я иду на эту горочку пешком с тяжёлой рекламой. Я сейчас буду загружаться и идти с этого холма вниз, почти вершиной города. Такую кучу мы нагружаем и идём работать. Сейчас я вам покажу ящичек, как я сделал. Берём газетку, берём рекламку и посмотрите. Ну, и закидываем ящик. И вот идём. У меня на руках сейчас примерно 30 килограмм. Начинается работа. А вот он, выходной день. Формула-1, Федл побеждает. Естественно, вкусное блюдо, довольно сытое лицо. Радость выходного дня. Скоро пойдём на рыбалку. Специально для Ютуба. Для видео как их снимаем? О! Ничего себе! Вот это рыбина! Угорая! Юра поймал рыбу. Вон сколько мы уже тут наловили. Два карася! Мне же больно! Дантиста! Юра это у нас директор, если что. Уникальный человек. А какой он водитель? Новый маршрут, прямая. Вот эти точечки, это почтовые ящики. И вот таких маршрутов у нас за день бывает по 20. Один такой маршрут делать надо около часа. Вот наша папка. У нас тут карта целого города по частям. Это первая, да? Ну да, эту подниться. Каждая пачка сегодня по 8 килограмм весит. Сегодня ещё две газеты. Если вам кажется, что это просто, то попробуйте потаскать это весь день. Так, вот он мой первый ящик. Берём котлетку вот такую и засовываем в ящик. Идём дальше. Вот уже ящик посложнее. Прочитаю адрес. Адрес совпадает. И вот так вот весь день ходишь, и руки просто болят. Так, видите, надо месяц тренировок, чтобы так быстро эта рекламка заходила в ящик. А вот здесь наклейка фиолетовая, здесь нужна только газета. Открываем ящик. И закладываем ящики, вот допустим, как эти, очень острые. И руки первое время все в крови. Первый месяц у вас всё будет вот так вот из рук падать. Надо, чтобы очень жёсткая рука была. Хоп! Вот таким движением. Но ящик уходит буквально секунды. Надо торопиться, на этой работе нельзя медленно ходить. В день мы проходим километров 50. А ящиков сегодня 2000. Ладно, я побежал дальше работать. А Армин вырубает камеру и едет дальше. Прелести выходных 2. Вы видели это? Я заснял на камеру это. А вот он наш чемпион. Ну теперь сними меня. Вот он я, спец. Сейчас я выбью все 50. Смотрите, три центра попаду подряд. Это был первый центр. Второй центр. И сейчас туда же. Забрал целых 8 очков. Ну, это пока были только тренировки. Но вы ещё услышите обо мне. Может быть через год на чемпионате мира. Где-нибудь в Лас-Вегасе. Дождь идёт и Юра бежит. Ну как вам горки на этой работе? Тут невольно станешь спортсменом. Есть горки, где надо с грузом в руках подниматься. Тут и налегке это не очень просто. На улице ливень, и нам надо будет работать. Что скажешь? Наденем плащи. И вперёд. Здесь такая погода в Дании практически постоянная. И вот дождь идёт, но всё равно нам надо работать. Газета вся мокнет. Я сейчас пойду делать вот этот тупичок. А за окном всё льёт и льёт. И мы все мокрые. И этот дождь не может длиться целую неделю. Вот она, правда, эта работа. Держим на руках килограммов 20 с половиной. Погода тебя ещё убивает. Здесь учишься это делать одной рукой. Одна рука всегда занята. Обреки их немножко спрячь под пластик. Вот она, правда, эта работа. И рекламка вся прилипает к газете из-за дождя. Дождь, работать сложнее и дольше. Потому что идёт дождь. И тяжело вообще работать. Ветер ещё дует. Ещё крышку не открыть. Это не очень просто сделать, когда руки загружены. Но вот она. Если хотите, приезжайте. Не хотим. Половину работы уже сегодня сделали. Но сегодня, надеюсь, до 12 ночи справимся. Ну, как дела? Нормально. Юр, клюёт. Вон, человек, который одну поймал. Приехали с рыбалки. Хотя перед домом речка. 30 поддонов, да? Пацанов, 30 поддонов сегодня. Какая у вас сегодня тяжёлая реклама. Единственное, что утешает на этой работе, только то, что здесь красиво. Зато у нас есть привилегии. Мы можем парковать машину даже на тротуаре. Ну, где ещё можешь так припарковать машину? Видим, как всё чистенько, аккуратненько. Какая красивая, приличная комната. А вот идёт Женя. Здорово. Привет. Завтрак на завтрак. Завтрак на завтрак. Без вилки не включается. Надо вот так вилку, чтобы он работал. Буду супчик ещё варить. Варить. Вот у меня поварок. Чайник скипел. То есть, если вилка упала, это значит, что чайник скипел. Мы начинаем новый рабочий день. Вот с чего он начинается. Вот они. В пачке всего 9 рекламок. Каждая пачка, покажи, сколько весит. Вот. В принципе, процесс загрузки пошёл. Мы берём на руки обычно по 3 пачки. Продемонстрируй. Сейчас Армин нагружает на руки 30 килограмм. И представляете, что с этим всем вам придётся ходить весь день. Сегодня выходной. Мы находимся здесь. И поедем отдыхать вот сюда, на море. Наверное, сегодня хороший выходной получится. Но что ты на меня смотришь? Что-то мы куда-то едем в какой-то ураган. Торнадо, да. Мы едем на море. Мы едем по деревенской дороге домой. Вы посмотрите на эти деревенские дороги. Лучше, чем у нас самые-самые лучшие дороги, ладно. Во всех деревнях вот такие идеальные дороги. Такие домики я люблю, потому что там все ящики в ряд. И вот, когда загрузишь килограммов 30 на руки, и бежать по этим лестницам не так просто. Оп, и всё. Ветер, правда, сильный дует. Но это нам не помеха. Мы работаем и в дождь, и в ураган. Посмотрите, какие декорации. Вообще ни одного человека. Нас пропустили по спецпропускам. Это всё декорации. Макет пошёл. Макет? Макет пошёл? Да. Три месяца каждое утро мы выходили из этого дома. Мы живём на чердаке. В Дании чердачные квартиры самые дорогие. Ну, не знаю почему. Может быть там как-то романтично, что ли. Может быть там вид хороший из окна. Может быть. Сегодня мы переезжаем в новый дом. Тармин шнурует ботинки с грустью и печалью в глаза. Ведь больше мы не поднимемся по этой лестнице. Да. Пробки. Пробки. Вот у слева теперь новый наш дом. Очень красивый домик. Старинный такой посёлочек. 1886-й на доме. Мы едем через лесную дорогу на работу. Это кратчайший путь. Можно сказать, в средневековье побалит. Вот. Посмотрите, какая у нас тачка. Вот карта, куда мы сейчас едем. Мы подъехали к деревне. Пешком идти далеко, поэтому мы работаем прямо из машины. Отберёшь одну рекламку, закладываешь. Метров по 500 от ящика к ящику. Деревню делать несложно. Вот и ящик со Стасиной стороны. Оп. Секунда. Видели? На это нужны месяцы тренировок. Годы, я бы сказал, да. Труба около дороги. Оп. Одно незаметное движение, которое даже камера не смогла зафиксировать. И реклама в ящике. Вы посмотрите, как у них всё ухожено. Приятно работать в такой красозе. Какие? Хотели просто сфотографироваться. Нам видео снимают. Сегодня выходной. Мы едем в заповедник смотреть на белых кенгуру. Белые кенгуру. Настоящие. Вот ещё. Классно. Он прям в камеру смотрит. Красота. А рядом зайцы сидят. Прикинь, зайцы, а рядом кенгуру. Наша сегодня работа. Вот женёк поехал на работу. Ну как, ты живой ещё? Стасий едет на работу. Тяжело сегодня, да? Вот такие дома идеальные для работы. Здесь никуда ходить не надо. Заходишь в подъезд и забиваешь почтовые ящики. Сейчас вам покажу, как Армин это сделает за пару секунд. Забьёт 8 или 10 почтовых ящиков. Идёт умным видом. А вот, по-моему, нам кто-то и открыл. Раз-раз, забил подъезд и пошёл дальше работать. Смотрите, мы поймали окушка. Это уникальная рыба, потом окунь. Потому что это хищная рыба. Юра, я снимаю только твои глаза. Такие эти глаза напротив. Финишная прямая. Последний наш маршрут. Что, финал раунд? Сейчас Юра будет перебивать мировой рекорд по скорости. Объясни скорости чего? Скорости наполнения почтовых ящиков. Идём. Вот, что мне нравятся эти билдинги. То, что здесь не надо далеко ходить. Итак, вот они ящики. Вот он Юра. Кто кого? Это так, что он файт. Последний ряд. Последние три газеты. Последняя. ПОЁТ 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 Я ухожу, ухожу красиво. Субтитры подогнал «Симон»